Прифронтовая Красногоровка подверглась сегодня сильнейшему обстрелу со стороны боевиков. Разрушена местная поликлиника, школа, пятиэтажный жилой дом. Еще несколько десятков зданий повреждены. По словам военных, наемники могли использовать оружие калибра более 200 мм. На месте побывала и наша съемочная группа. Первые ракеты и снаряды попали по Красногоровской поликлинике. В результате обстрела мансардный этаж полностью уничтожен. Слышу, лежат, летят грады к нам. Я упала на землю, и меня пролетело два раза, по четыре раза, пух-пух-пух. Начало взрываться, я потом перебежала дорогу и техникум. А потом скажут, что это стреляла Украина. Это руб за сто. У нас же здесь зомбированы все, у них всех броня в голове. Полицейские и военные помогали эвакуировать пациентов. Но снаряды били не только по больнице. В разных частях прифронтового города появились новые воронки. Да такие, что в них впору автомобиль прятать. О мощности взорвавшихся снарядов можно судить по размерам этой воронки. Вот за три года работы на войне я таких огромных еще не видел. Даже привыкшие к обстрелам красногоровцы рассказывают, этот артнолет был одним из самых сильных за все время. По городу били из градов, гаубица. Возможно, прилетали боеприпасы и помощнее. Шуршало над городом такое вот, как вот самолеты реактивные пролетают. Вот такая вот фигня. И вот оно шуршит, потом бах и взрыв. Всего по Красногоровке и позициям вокруг было выпущено около полусотни тяжелых снарядов. Около 30 взорвались на улицах города. В этом месте пробита несущая стена, а также разрушены перекрытия с пятого по третий этаж. Как шарахнуло, все двери у нас там... Это же раз, два, три, мой четвертый или пятый дом. Я аж там утром. Меня как шарахнуло, я кинуло. И на вот эту сторону, ведь сильный, наверное, это волновый удар. Частный сектор. Тут снаряд взорвался прямо перед домом, разбив подземный водопровод и обесточив целую улицу. Повреждения получили несколько десятков домов. Это окна, повылетало все, с рамами, с рамами. Кто его будет делать? За який? За что? Кто поможет? Кто дать что? Кроме того, уничтожен один из корпусов местной школы. Взрывной волной в соседних домах частично разрушены стены и выбиты окна. Сейчас горожане, кто чем может, закрывают разбитые окна. При том, что всего два дня назад Красногоровка подверглась жесткой бомбардировке. Минимум восемь человек получили ранения. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.